С интервалом в 20 лет, в год оканчивающийся на ноль, американцы исправно выбирают президента, который погибает до истечения своих полномочий. 1840 год. Уильям Гаррисон. 1860-й. Авраам Линкольн. 1880-й. Джеймс Гарфилд. 1900-й. Уильям Макинги. 1920-й. Уоррен Гардинг. 1940-й. Франклин Рузвельт. 1960-й. Джон Кеннеди. 1980-й. Рональд Рейган. Последний остался в живых только чудом, после того, как спустя 69 дней после инаугурации в него стреляли и тяжело ранили. Семь президентов, выбранных с интервалом в 20 лет, умирают до истечения своих полномочий. Чем же вызвана эта цикличность смертей хозяев Белого дома? Уже сразу после того, как умирает первый президент Уильям Гаррисон, появилась легенда, что его смерть стала кладом проклятия, произнесенного некогда умирающим вождем Текумсе. Индийский шаман проклял всех президентов Америки, избранных на пост в год, оканчивающийся на ноль и кратной двадцати. Мы видим статистически подкрепленный ряд. Когда это происходит в каждом случае, то все-таки об этом стоит задуматься. Проклятие – это разрушительная программа, которая имеет место быть практически в жизни каждого человека. Можно говорить о том, что давлеет рог над некоторыми государственными деятелями США, в частности, и над американскими президентами. С именами американских президентов связано много легенд и слухов. Туристам, посещающим Белый дом, рассказывают историю, сохранившуюся со времен освоения Дикого Запада бледнолицами. Она звучит так. В 1811 году у реки Тепикану армия Соединенных Штатов под предводительством генерала Уильяма Гаррисона разгромила индейские войска. После битвы Текумсе вождь племени Шони передал генералу Гаррисону послание пророчества, которое роковым образом отразилось на истории президентского правления в США. Вот этот текст в переводе с оригинала. «Я говорю вам, что Гаррисон умрет, и вслед за ним все великие вожди, избранные каждые 20 лет, будут умирать. И когда будет умирать каждый последующий, пусть все вспомнят смерть наших людей». Для того, чтобы совершить проклятие, надо быть специалистом в области магии. Вождем индейского племени мог быть только знающий, умеющий и владеющий всеми магическими приемами человека. Индейский вождь был по этой легенде непростым человеком. И этому, в общем-то, есть определенное основание верить, что действительно индейцы, особенно вожди, и те люди, которые были знакомы с древними тайными знаниями, и, в общем-то, сейчас это называют психотехники, вот. Да, он что-то мог, так сказать, заложить, некоторую закономерность. 1840 год. На пост главы Белого дома избран Уильям Гаррисон. Тот самый Гаррисон, который принимал самое активное участие в так называемых индейских войнах. Тот самый Гаррисон, кому направил свое проклятие вождь племени Шонни. Президент Гаррисон был генералом. Одним из 11 генералов, когда-либо занимавших пост президента США. Вот Гаррисон был одним из тех, которые прославились на полях сражений. То ли в войнах с мексиканцами, то ли в войнах с индейцами. Во всяком случае, боевой генерал, не паркетный. На этом, кстати говоря, он и победил. Инаугурация состоялась только в марте следующего года. А уже через месяц, впервые в истории страны, президент умер на посту. Простудился, скорее всего. Президентская кампания проходит в очень нетеплые месяцы. Ну, в принципе, это и сыграло свою роль. Ну, он, конечно, был из пьющих, кроме всего прочего, людей. Но простуда, воспаление легких сыграли свою роль. И он скончался через месяц после вступления на пост президента. Президентство Уильяма Гаррисона стало самым коротким в истории США. Его смерть положила начало целому ряду непредсказуемых покушений на первых лиц государства, неожиданных смертей хозяев Белого дома. Громким покушением на глав государств, конечно, можно дать политическую интерпретацию. У президентов всегда есть враги, утверждают политологи. Причем, чем успешнее власть, тем больше у них недоброжелателей. Кого-то они обошли, у кого-то они выиграли, кого-то они обидели, кого-то они унизили. Потому что это люди, как правило, не бывают всем приятными. Это невозможно. Да и внутренняя личность, которая прошла через серьезные личностные испытания, через серьезные личностные проблемы, это не всегда приятная личность. Должность американского президента, главы самого могущественного государства на Земле, пожалуй, наиболее опасная в мире. Никакая служба безопасности не сможет гарантированно обеспечить главе государства защиту. Публичный человек номер один в любом государстве, он всегда под угрозами. И спектр этих угроз огромен. Очевидно, что одной из самых серьезных является угроза внешне, из-за рубежа. А США, как никакое другое государство, всегда находится под пристальным вниманием мирового сообщества. Безусловно, не только соотечественники могут желать смерти первому лицу Америки. 1860 год. К власти в США триумфально приходит Авраам Линкольн. Это адвокат, юрист, родившийся в весьма бедной обстановке и в бедной семье. Один из немногих американских президентов, родившихся в так называемой бревенчатой хижине. Да, конечно, гражданская война сделала очень много для того, чтобы он вошел в историю Америки как один из вот этих, по разным подсчетам, шести-семи великих президентов США. Весь период правления Линкольна омрачен гражданской войной 1861-1865 годов. Именно ему удалось победить рабовладельцев южан. Правительству 16-го американского президента было не до активных внешнеполитических инициатив. Но зато действия администрации Линкольна вызывали негативную реакцию других мировых держав. То, что происходило в США, не лучшим образом отражалось на международной торговле со странами Европы. Естественно, что в этих условиях люди хотели устранить эту весьма неоднозначную и популярную в народе фигуру, личность с политической ареной. Внезапное убийство Линкольна было первым в постоянно растущем списке преждевременных смертей американских президентов. 14 апреля 1865 года глава Белого дома направился в Вашингтонский театр Форда на премьеру пьесы «Наш американский племянник». Каким образом в правительственную ложу сумел пробраться актер Джон Уилкс Бут, так и осталось неизвестным. Почему-то по необъяснимым причинам в тот самый вечер, который Линкольн с супругой и с родственником одним еще сидели в правительственной, ну, президентской ложе, сбоку от сцены. Вот, у дверей не оказалось единственного охранника полицейского, который обычно вот в таких ситуациях, когда президент приходил в театр и занимал эту ложу, сидел на стуле у дверей. Почему-то так получилось, что этот полицейский решил пропустить рюмочку-другую и спустился из театра в бар, который примыкал к зданию театра Форда. Президент Линкольн остался в этот момент совсем без охраны. Бут подошел вплотную сзади и выстрелил в затывы главы государства. В те годы не существовало даже такого понятия, как специальная президентская охрана. Зрители не сразу поняли, что произошло. А Бут спрыгнул на сцену, пробежал мимо остолбеневших актеров и юркнул в дверь, ведущую за кулисой. Полицейские бросились в погоню, но дверь кто-то успел захлопнуть. Убийца Линкольна тем временем доковылял до выхода, прыгнул на лошадь и умчался. И в конечном итоге и Бута, и его сторонников, там всего лишь было несколько человек, 4 или 5 человек всего их там было, их окружили в одном из сельских амбаров. Амбар подожгли. И в дверях горящего амбара появилась фигура Бута, опирающегося уже на бесполезное оружие, патронов у него не осталось. Но в этот момент раздался выстрел. Один из полицейских выстрелил в Бута и убил его. О своих мотивах Джон Уилкс Бут еще до покушения говорил вполне открыто. Он был горячим приверженцем разгромленной конфедерации южных рабовладельческих штатов и не простил Линкольну ни отмены рабства, ни победы в гражданской войне. Президент умер на следующее утро после рокового выстрела. Только после убийства Линкольна было принято решение, что американские главы государства будут охраняться сотрудниками секретной службы. В середине 19 века вопрос обеспечения безопасности президента в Америке был весьма деликатным. Когда Линкольн был убит, то демократичная страна позволила выделить из бюджета некоторые средства для того, чтобы президент охранялся. Но опять же стоял вопрос, сколько денег должно быть, сколько людей должно быть и как охранять. К началу 20 века ситуация сложилась таким образом, что в Америке все же решили создать институт телохранителей. Появились научные разработки, как сопровождать президента и как обеспечивать безопасность его поездки. Разработать теорию охраны поручили студентам, которые взяли за основу принципы американского футбола. Цель игры – занести мяч в зачетную зону соперника. В команде всегда есть человек, несущий мяч, обладающий быстротой мышления и отличным видением поля. Задние бегущие прикрывают партнера с мячом и расчищают им дорогу линейные, самые решительные игроки. Очередной вызов службе охраны главы государства будет сделан в период правления 20-го президента США. Год 1880-й. В стране появляется новый президент. Им становится республиканец Джеймс Гарфилд. Надеждам, которые возлагают на президента рядовые американцы на выборах, не суждено будет сбыться. Гарфилд никогда не был серьезным политиком. Да может быть он что-то и сделал бы, но судьба ему отпустила очень немного времени. Проверил оперативность охраны президента и оборвал его жизнь по официальной версии некий Шарль Гитто. 2 июля 1881-го Гарфилд находился на железнодорожном вокзале в Вашингтоне, когда ему выстрелили в спину. Боже мой, что это? Только и успел воскликнуть президент, прежде чем его положили на носилки, чтобы отправить в больницу. Гарфилд прожил, по-моему, что-то около двух недель. То плохо, то хорошо, то надежда появлялась, то исчезала. У него начался сепсис, заражение кровью, пытались спасти, но не спасли. Первоначально рана президента была неглубокой. Пуля застряла в месте, не близком к жизненно важным органам. Между тем, врачи, искавшие пулю, значительно углубили рану и вызвали сильное гнойное воспаление, которого не выдержало сердце. Непосредственной причиной кончины президента был инфаркт. Кто же в действительности виноват в смерти президента Джеймса Гарфилда? Убийца-одиночка? Или медики, допустившие врачебную халатность? А может быть, они и не старались спасти жизнь главы Белого дома? Уместно ли предположить, что всеми ими кто-то руководил и давал указания свыше? Как ни странно, но уже к этому времени в США были люди, которые обладали большей властью, чем президент. Несколько финансово-промышленных групп сумели установить контроль или просто захватить в свое владение ключевые отрасли американской экономики. Стали плавильную, табачную, телеграфную, асфальтовую и многие другие. В их руках оказался целый ряд крупнейших банковских фирм, под контролем которых находилась значительная часть национального хозяйства. Мировой финансово-экономический центр постепенно переместился из Великобритании в США. Была создана такая экономическая сила, которая превосходила по мощности и влиянию политические силы страны. 1900 год. На рубеже 19-го и 20-го веков американским президентом во второй раз стал Уильям МакКинли. МакКинли – человек, который оставил в американской истории заметный след. Заметный след он оставил прежде всего тем, что именно его решением была начата испано-американская война 1898 года. Война отошла сто дней. Маленькая победоносная война. МакКинли был настоящим ястребом, начавшим колониальные захваты. В годы его президентства США присоединили Гавайи, одновременно разгромили Испанию и отобрали у нее Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и многие острова Тихого океана. По положению его планет и по стоянию планет, это был человек, выдающаяся личность, который знал, за что боролся и знал, куда шел. Больше того, ему, что называется, свыше были даны большие полномочия. 21 апреля 1898 года с началом боевых действий Конгресс впервые предписал поместить МакКинли под круглосуточную охрану оперативников секретной службы. Охранять главу Белого дома сотрудники службы продолжили и после окончания войны. Президент чуть ли не ежедневно получал угрожающие анонимки. Увы, как оказалось, угрозы эти не были пустыми. 6 сентября 1901 года, в самом начале второго президентского срока, Уильям МакКинли отправился на панамериканскую выставку в Буффало, где к нему с протянутой рукой, желая поздороваться, приблизился некий Леон Челкош. В руке Челкоша был пистолет, обернутый носовым платком. Преступник успел дважды выстрелить, прежде чем его обезоружили и повалили на землю. Уильям МакКинли скончался через неделю. А Леон Челкош был признан виновным в убийстве и вскоре казнен на электрическом стуле. Я не считаю, что МакКинли чем-то досадил. МакКинли был любимчиком американских олигархов. Они привели его на пост президента, они всячески его поддерживали. Он поддерживали крупнейшие американские миллиардеры и миллионеры, вложили огромные средства в его избрание, поддерживали. И кабинет министров был сплошь составлен из миллионеров. Напомним, что к началу 20 века в США уже была мощнейшая финансовая группировка. Небольшая группа лиц, добившаяся права господствовать над финансами США и манипулировавшая массами, пыталась сделать президента инструментом выполнения их воли, взять в свои руки его судьбу. Президент никоим образом не должен был вмешиваться в работу экономического блока правительства. Но сами олигархи не собирались ограничивать себя во влиянии на власть. Можем ли мы предположить, что интересы МакКинли в какой-то момент столкнулись с влиятельной силой могущественных олигархов? Как говорят историки, такое предположение маловероятно. Тем не менее, он был убит и стал четвертым президентом Америки, кого по легенде проклял вождь индейского племени Шони, предвекая ему смерть до истечения служебных полномочий. Сотрудники службы безопасности не без иронии, но все же очень настороженно относились к легенде под названием проклятие Текумсе. Случайностей не бывает, особенно в безопасности, так же и практически в жизни. Вот этот феномен, феноменальный, скажем, случай, который известен под псевдонимом проклятия Текумсе, то есть вот эти смерти, загадочные якобы смерти американских президентов, в профессиональной среде рассматривались. И я могу сказать, что посвящались этому вопросу некоторые исследования, но они проходили на уровне, скажем, скорее умозаключений. Они пытались обнаружить связь между датами смертей президентов и легендой об этом проклятии. Но усилий было явно недостаточно, и они ничего не смогли объяснить. Если бы ученые или люди, которые обладают возможностью метаконтакта, так сказать, подсказали некую закономерность, с помощью которой можно было бы вычислить, хотя бы вычислить, ну, скажем, периодичность, закономерность, признаки, скажем, какие-то ситуационные моменты, которые дают нам основание полагать, что угроза в отношении того или иного охраняемого лица будет реализована. Возможно, тогда бы профессиональные телохранители отнеслись к легенде серьезней. Но поскольку выявить четкой связи так и не удалось, спецслужбы продолжали рассматривать эти совпадения только как курьезный случай, не лишенный некой таинственности. Однако цикличность смерти американских президентов можно было объяснить и другими причинами. США – самая влиятельная страна на планете. Она диктует условия на мировой арене. Но по иронии судьбы, ее политическая система основана членами тайных организаций. Известно, что никто иный, как франкомасоны, принимали самое активное участие в составлении Декларации независимости Америки, создании Конституции и национальных символов, гербовой печати и однодолларовой купюры. Есть свидетельство, что уже в середине 19 века появились некие скрытые организации, действующие на геополитическом уровне. Они получили название «Тайного ордена», описанного в теориях заговора как «Очень мощное общество с корыстными финансовыми и политическими целями». Год 1920. На пост главы Соединенных Штатов выдвигается Уоррен Гардинг. Обстоятельства его весьма печальной судьбы неизвестны до сих пор. Он не был готов к принятию поста президента, ни по личным качествам, ни по заслугам перед обществом. Для того, чтобы попасть на пост президента США, было проведено в Америке, в республиканской партии, 100 с лишним туров голосования. Вот обычно один тур, два тура, выясняется кандидат, претендент, все, на этом 103 тура голосования было. И только к концу, когда уже собрались эти миллионеры, миллиардеры в прокуренной комнате, вот оттуда и пошло это понятие «прокуренная комната». Собрались в комнате, говорят, ну надо выходить из положения. Давайте, кого? Вот кого? Ну, Марк Ханна такой миллионер был, кроупный миллионер, предложил фамилию совершенно никому неизвестного человека, редактора газеты, провинциальной «Марион Стар» в городке маленьком. Вот есть такой Гардинг давать. И Гардинг победил. Он вошел в историю США как самый порочный и коррумпированный президент. Гардинг был связан с мафией, почти не скрывал своего взяточничества и сексуальных оргий. Кулуарх Белого дома многие, не стесняясь, говорили о том, сколько стоит подпись президента под тем или иным документом. Коррупция достигла невероятных размеров. То есть кабинет был куплен, продан, как хотите называйте, от первого до последнего члена. Но вокруг этой всей администрации возникла такая ситуация, что явно дело шло к очень крупному скандалу, в котором, естественно, оказывался замешанный сам президент. В 1923 году Гардинг отправился в поездку по стране. По возвращении в президентскую резиденцию произошел якобы несчастный случай. Может быть, отравился. Может быть, отравили. Но об этом нет никаких данных, оснований говорить, что его отравили. Скорее всего, говорят, что ботулизм. И по приезде в Вашингтон он слег. Какое-то время был, так сказать, в очень тяжелом состоянии, а потом скончался. Казалось бы, президент умирает от обычного пищевого отравления. Но некоторое время спустя появились слухи о его насильственной смерти. И не безосновательно. Рядом с ним всегда практически безотлучно была жена и его личный врач, военврач. И жена, и военврач скончались после Гардинга буквально в течение нескольких месяцев. И что, и как, и почему, и все обстоятельства так и остались неизвестными. Президент, возможно, и не осознавал, что ему пора покинуть политическую арену. Но это могли понимать другие. И самый быстрый способ убрать президента – лишить его жизни. Уж очень много претензий и очень уж серьезный скандал должен был разразиться буквально вот с месяца на месяц. Республиканская партия не могла позволить, не могли, наверное, позволить себе и эти миллионеры, чтобы такой позорный конец пришел, так сказать, их вставленнику, их надежде. Тем более, что Гардинг мог по всем показателям опять выдвигать свою кандидатуру. Еще один любопытный факт из жизни 29-го президента США. Уоррен Гардинг был мастером 33-й степени в масонском братстве Огайо. Вполне возможно предположить, что правило политической игры франко-масону Уоррену Гардингу диктовало братство, а его смерть по определенным причинам стала волеизъявлением тайного общества. 1940-й год. Третий раз президентом Соединенных Штатов становится Франклин Делано Рузвель. Он пришел к власти еще в 1932 году, когда Америка находилась в ужасающем положении. Великая депрессия разоряла банки и предприятия, лишала миллиона людей работы и сбережений. Вывести страну из состояния упадка было для Рузвельта первостепенной задачей. Он был очень опытный, очень мудрый политик. И, конечно, мы должны отдавать себе отчет, что он руководствовался прежде всего интересами Соединенных Штатов. Рузвельт провозгласил знаменитый новый курс и заменил экономический либерализм политикой жесткого государственного контроля. В результате США постепенно вышли из кризиса, а к 1945 году стали вновь экономическим лидером мира. Единственный, кто баллотировался и выигрывал президентскую гонку четыре раза. И если бы не внезапная смерть, то он мог бы оставаться на посту президента 16 лет. В самом начале своего третьего президентского срока он мог умереть от пули. Вечером 15 февраля 1933 года избранный, но еще не вступивший в должность, глава США Франклин Делану Рузвельт сошел с яхты на берег Майами, где решил выступить с небольшой речью. Он сидел на правом заднем сиденье машины в хорошо освещенном месте, а затем помахал рукой мэру Чикаго Энтони Чермо. Именно в тот момент некий Джузеппе Зангара в 8-9 метрах от президента начал стрельбу из револьвера. Он моментально сделал пять выстрелов. Каждая из пуль нашла свою жертву. Угодив трём мужчинам в голову, одной женщине в живот и застряв в лёгком мэра Чермака. Те самые выстрелы, которые прозвучали тогда в Чикаго, они убили Чермака и не ранили, даже не контузили Рузвельта. Сразу же появилась масса версий, в кого же на самом деле стрелял Джузеппе Зангара. Чермак прожил три недели и, умирая на больничной койке, говорил, что именно он, мэр Чикаго, а вовсе не Рузвельт, был объектом нападения. Если же Зангара стрелял в Рузвельта, почему же не попал? Ведь по некоторым сообщениям, в своё время он считался искусственным стрелком в итальянской армии. Позднее, в 80-х годах, появляется версия, что Зангара и не собирался убивать президента. Он был всего лишь подставным лицом. А на самом деле, роковые пули посылал другой стрелок. После этого случая Франклин Делану Рузвельт возглавлял Белый дом ещё 12 лет. Его пребывание на посту президента было важно не только и не столько для своей страны. Известно, что Рузвельт, как и президент Уоррен Гардинг, был франкомасоном. К концу Второй мировой войны его имя ассоциировалось с созданием антигитлеровской коалиции с планами послевоенного международного сотрудничества в интересах безопасности. В наведении мирового порядка Рузвельта поддерживало тайное общество, ставленником которого он являлся. До окончания Второй мировой войны Рузвельт не дожил всего несколько недель. То, что сегодня называется инсульт. Он сидел, его рисовала художница Шереметьева. Рядом с ним была его любовница, которую быстро-быстро убрали, Люсия Резерфорд, потому что надо было Элеонору Рузвельт вызывать срочно. И когда Элеонор Рузвельт появился, то он просто сидел накрытый пледом, как его изостало смерть. Еще древними учеными было замечено, что вся жизнь развивается по определенному циклу. События настоящего, порой с потрясающей точностью, копируют дела давно минувших дней. Несомненно, самым ярким и классическим случаем временных совпадений являются судьбы известных американских президентов Авраама Линкольна и Джона Фит-Жеральда Кеннеди. Авраам Линкольн был избран в Конгресс в 1846 году. Джон Фит-Жеральд Кеннеди в 1946. Линкольн стал президентом в 1860-м. Кеннеди через 100 лет. Что совсем странно, фамилия секретаря Кеннеди была Линкольн. Джон Вилкс Бут, убивший Линкольна, родился в 1839 году. Ли Харви Освальд, стрелявший в Кеннеди, по официальной версии, родился в 1939. Вот то, во что совсем трудно поверить. Линкольна убили в театре Форд. Кеннеди убили в машине Линкольн, собранной на Форде. За неделю до своей смерти Линкольн был в городе Монро, штат Мэрилен. За неделю до своей смерти Кеннеди встречался с Мэрилен Монро. Оба президента были убиты в пятницу. Обоим стреляли в голову. В Кеннеди абсолютно классический случай, скажем, гороскопа смерти. Здесь от Солнца, от планеты и духа, идет очень мощный отсекающий аспект, который у нас называется секира. То есть он предполагает действие неожиданное, быстро, и убрали его, конечно, темные силы. 1960-е. Наверное, непросто найти другое событие в американской истории, о котором писали бы так много, а знали в сущности так мало, как об убийстве президента США Джона Кеннеди. Наверное, самое громкое убийство, потому что оно самое свежее в период современной информационной эры. Что до сих пор непонятно, кто это сделал и почему, и есть только много, масса догадок. Молодой, обаятельный, прекрасно образованный герой Второй мировой войны, в американской историографии Кеннеди мог бы занять место великого президента, если бы то, что он собирался делать, было бы осуществлено. Фигура Кеннеди представляет собой такую фигуру романтического героя с романтическим ореолом и означает, ну, такой прерванный полет. 22 ноября 1963 года. Президент Кеннеди вместе с женой и губернатором Техаса Джоном Конноли ехал из аэропорта Далласа в центр города, на торговую площадь, где должен был выступить на митинги. Президент настоял на открытой машине, потребовал убрать с лимузина подножки, на которых обычно стоят охранники. Кортеж начал свое движение в 11 часов 55 минут. В 12.30 выехал с Хьюстон-стрит на Элм-стрит, миновав кирпичный фасад склада школьных учебников. Выстрелы грянули в то же мгновение. Знаменитая комиссия Уоррена, созданная сразу после убийства, пришла к выводу, что президента застрелил некий Ли Харви Освальд, и действовал он в одиночку. Однако не все в США приняли официальную версию. Фактов, свидетельствующих о том, что президент Америки стал жертвой заговора, накопилось слишком много. Собранные экспертами данные указывают на то, что всего было сделано не три, как указано в заключении комиссии Уоррена, а шесть выстрелов. Это не секрет, что это стреляли с нескольких точек, и что для того, чтобы привести человека именно в это место, именно в это время, именно в эту точку, для этого это надо было спланировать. Как оказалось, президентский кортеж следовал по совершенно другому маршруту, нежели предполагался изначально. Чтобы изменить маршрут кортежа, извините, надо быть, по крайней мере, ну, замначальник, а то, может быть, и начальником подразделения, которое планирует эти вещи. Если подобные вещи происходят, то мы помним, да, что ищите крысу. То есть без участия спецслужб в таких проектах практически очень сложно осуществить свои замыслы. То есть просто так подойти и убить президента – это нереальная задача. Ли Харви Освальд был таинственным образом убит. Через два дня его придал смерти владелец ночного клуба Джек Руби, который также впоследствии умер в тюрьме. Когда все обстоятельства сходятся воедино, и результат представляет собой трагическое событие, то, конечно, я больше чем уверен, что это заговор, это хорошо спланированный заговор, участвовало в нем очень много лиц, и нелепости вывода комиссии Уоррена, они очевидны. Число предполагаемых разгадок этого происшествия движется в сторону бесконечности. До сих пор неизвестно, кто именно выступал в роли заказчика убийства. Версии высказываются самые невероятные. Мафия, ЦРУ, чьи полномочия президент намеревался ограничить, советские спецслужбы, тайное общество. Предполагали даже, что президента застрелили по ошибке. Кеннеди на самом деле покушались на губернатора Техаса Конноли, находившегося в том же открытом лимузине. Документы, связанные с убийством Кеннеди, будут опубликованы преданной гласности только после того, как уйдет из жизни представитель семьи Кеннеди, живший в день убийства Джона Кеннеди. Уже давно замечено, что политические убийства крайне редко совершаются и с чувством мести, но зато очень часто для предотвращения каких-либо нежелательных событий. Ситуации, прежде всего, при которой он пришел к власти, те, скажем, решения, которые он проводил в жизни, они были, так сказать, не выгодны или не совпадали с интересами слишком многих людей, слишком многих групп лиц, разных группировок политических, так сказать, экономических, да, собственно, и преступного мира, когда они начали с братом, предприняли попытку бороться с криминалом. И у Кеннеди вот ситуационный ряд вот к 63-му году сложился таким образом, что его существование не устраивало слишком многих людей. 1980 год. Однажды актер Боб Холп спросил Рейгана, каково ему быть американским президентом. На это Рейган ответил ему, что работа президента ничем не отличается от работы актеров. Только президенту, кроме всего прочего, приходится писать сценарий. Что он и делал. Он писал сценарий под названием «Мировая политика». Годы нахождения Рональда Рейгана у власти без преувеличения называют поворотным моментом всей мировой политики. Когда Рейган занял пост президента, война между СССР и США казалась практически неизбежной. В 1989 году, когда он покидал Белый дом, эпоха Холодной войны подходила к концу. Он не входил ни в одну из масонских лож. Но известно, что в состав правительства он лично взял 10 человек Бильдербергской тайной группы и 10 членов трехсторонней комиссии, которую называют открытым тайным обществом. Вполне возможно, Рональд Рейган собрал профессиональную команду, заручившись поддержкой тайных организаций на весь срок пребывания на посту президента. Рейган стал восьмым президентом Америки, кого по преданию должно было убить проклятие индейского вождя. Но судьба распорядилась иначе. Конечно, все президенты знали эту древнюю легенду. Будучи заложниками выборов и президентского поста, относились к ней по-разному. Ни один из президентов не комментировал это. Считал ниже своего достоинства обращать на всякую ерунду внимание. Конечно, видимо, где-то подспудно, в подсознании, в подкорке сознания у них эта мысль была. Но ведь они же политические деятели, они отдают себе отсчет в том риске, который связан с пребыванием на посту главы государства. Рейган был весьма религиозен, верил в божественное происхождение человека, но не чурался магией и спиритизма. Не забудьте, что у Рейгана был астролог все восемь лет. И как раз у него, как говорят, кто предупрежден, тот вооружен. И, конечно, астролог до него, допустим, доносит информацию о том, что тогда-то будет то-то. Было ли это предсказание астролога или собственная интуиция, но Рейган написал в своем дневнике, что 30 марта 1981 года у него предстоит опасный день. Психологи хорошо знают такой феномен, что человек достаточно явственно представляет себе и предчувствует свой конец. Это часто бывает. А харизматики, они вообще очень такие сензитивные личности, они очень чувствительные, они отлавливают малейшие какие-то нюансы в окружающей информационной среде, делают выводы. Но глава Белого дома явно пока не собирался умирать. В тот день у отеля Вашингтон-Хилл Рейгана поджидал некий Джон Хинкли. Не успел президент сесть в лимузин, как молодой человек вынул пистолет и выстрелил ему прямо в грудь. Покушавшийся успел нажать курок еще пять раз, прежде чем агенты секретной службы опомнились и сбили его с ног. Пуля прошла в миллиметрах от сердца Рейгана. Мотивы преступления оказались в высшей степени необычными. Обалдевший от, возможно, и от наркотиков, и от любви к киноактрисе Джоди Фостер, решил привлечь внимание. Чем можно привлечь внимание? Убийством президента. Стрелявший в Рейгана Джон Хинкли из Колорадо был влюблен в юную тогда Джоди Фостер, сыгравшую роль малолетней проститутки Айрис в фильме Мартина Скорсезе «Таксист». Хинкли подражал герою картины, которого играет Роберт Де Ниро, в еде, одежде и манерах. Однажды в мотеле назвался его именем Трэвис Бикл. Фильм Скорсезе вышел в 1976 году. По-видимому, с этого времени Хинкли задумал повторить подвиг кинематографического таксиста, а, возможно, и продолжить президентский ряд Америки проклятый индейским вождем. На этого неровновешенного молодого человека, который стрелял в Рейгана, конечно, он знал об этой легенде, об этом мифе, наверное, это произвело впечатление, так же, как, наверное, может произвести на любого психически неуравновешенного человека продолжить эту линию. Срочное хирургическое вмешательство спасло президента от смерти. Уже в 73 года Рейган переизбрался на второй срок и, вопреки проклятию Текумсе, умер лишь в 2004 году от болезни Альцгеймера в возрасте 93 лет. Рейган перебил вот эту линию невезучих американских президентов, избранных в год, делящийся на 20, и... то есть каждые 20 лет. Неужели действующее на протяжении двух веков индейское заклинание потеряло свою силу? Проклятие – это своего рода энергетика, говорят мистики. Как и любой радиоактивный фон, оно должно с каждым годом становиться все меньше и меньше. А может быть, на самом деле никогда и не существовало никакого проклятия? Тогда легенда о мистическом заклинании – это своего рода прикрытие, красивая байка для отвода глаз. Но кто на самом деле уже в течение 200 лет кроется под маской вождя индейского племени, преследуя при этом свои тайные цели? Теория заговоров, которой придерживаются многие, в том числе и историки, и даже серьезные, она все время подводит к мысли, что за этим стоит какая-то надгосударственная, надправительственная, надполитическая сила, которая планирует все это, все эти покушения, все эти убийства, все эти устранения с политической арены. Теоретически есть люди, которые, в принципе, обладают большим маневром для, скажем, реализации своих решений, чем иные. И это далеко не президент, это все понимают. То, что президенты, какие бы они ни были замечательные и талантливые, они избираются на определенный срок. Миллиардер Дэвид Рохфеллер, член Бильдербергской тайной группы, в свое время сделал смелое заявление. Сместить правительство может лишь организация, обладающая огромной властью. Кого он имел в виду? Неужели сегодня есть те, кто желает подчинить себе весь мир и создать совершенно новый порядок, в котором они будут безраздельно властвовать? Это люди, которые обладают стратегическим мышлением. То есть те люди, которые могут представить, что будет, скажем, с обществом через 50 лет, через 100 лет. Практически это планетарная интеллектуальная элита. То есть те люди, которые могут мыслить масштабами планеты. Это люди, которые имеют свои конкретные интересы. Хотя официальная история и признает огромное количество действительно существовавших заговоров, они все же труднодоказуемы, так как заговорщики почти никогда не документируют свою деятельность. А может быть, не стоит все усложнять? Ведь несчастные случаи действительно происходят. Одиночки-маньяки реально существуют. Человек может заболеть совершенно естественным путем. Катастрофы случаются и без целенаправленного вмешательства. А люди, возглавлявшие Белый дом, умирали, не дожив до конца президентского срока, по простой случайности. Это настолько разные люди, настолько разные обстоятельства, видимые и невидимые причины, видимые и невидимые идеологии, и основания, и исполнителей, и цели, которые ставили, или вообще никаких целей не ставили, покушавшиеся. Ситуации в стране разные, политика разная, принадлежность партийная разная. В общем, никакой общей линии. И тем не менее, все они покинули пост до конца своего президентского срока, а выбирались друг за другом с периодичностью в 20 лет. Гаррисон, Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Гардинг, Рузвельт, Кеннеди были убиты или умерли при весьма странных обстоятельствах. Рейгану по случайности удалось выжить. В последние годы СМИ стали все чаще и настороженнее говорить о проклятии президентов Соединенных Штатов. Может быть, потому, что у руля американской власти стоит Джордж Буш? Ведь он тоже один из тех, кому предрекал смерть индейский вождь. Существует такое поверье среди астрологов, что 44-й президент Америки это тот президент, который придет сейчас к власти в Америке. Это некий Алабама, по-моему, если я не ошибаюсь, или Хиллари Клинтон. Кто-то из них, если он придет на президентский пост, является неким завершающим среди президентов. 44-й президент Америки будет человеком, после которого в Америке наступят очень большие глобальные перемены. Потребуется, возможно, еще не один десяток лет, чтобы существующие сегодня тайны истории были открыты, а заговоры стали достоянием гласности. Может быть, тогда мы и узнаем, кто же стоял за проклятием и винуемым проклятием Типумсе, проклятием американских президентов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...